Всем привет, я Евгений Алексеев, пианист. Мы сегодня с вами будем учиться играть песню группы «Монгол Шудан Москва». И сразу скажу, объясню, почему я в своем кавере, который есть на ютубе, не играю вступление, вот это красивое, и так далее. А сразу начинаю с аккордов этих групп. На мой личный субъективный взгляд, это ни о чем не говорит, потому что я говорю, что вступление очень красивое, и очень грамотно сделано, и с очень большим количеством моих любимых ноночек, и я вам его сегодня покажу, как его играть. Но я просто его для своего кавера не играл, потому что мне показалось, что в том версии, которую я хотел изобразить, он немножко не к месту, то есть чисто стилистически. Сама песня, она такая немножко из ничего, из какого-то мрачности какой-то выползает, то есть мы импровизируем фактически все вступление, после вот этого красивого фортепиана вступления, оно представляет собой импровизацию на двух аккордах, фа мажор и ми-мажор. То есть это в общем все такое немножко мрачное, да, и неуверенно в себе, то есть нет какой-то такой вот прям ощущения тональности. Потом приходит оно, даже не совсем приходит, оно даже вот на вот этих строфах, которые мы играем, да, там же нет никакого припева-запева, там просто строфа-строфа по-десеннему, да, и там тоже оно гармонически негла не приходит. То есть если мы можем взять, там сказать, что это ля минор. Ну то есть оно вот так вот заканчивается на доминаде. И все, вот оно вот так вот идет, оно кружится и кружится, и где-то никогда не приходит к тонику в ля миноре. Но в принципе чисто теоретически это ля минор. Ну вот. Покажу сразу, как идет вступление. Да, насчет вступления. Мне показалось, что оно какое-то, оно, не знаю, вот по стилистике, не знаю, вот в начало века, когда Есенин, грубо говоря, там исполнял свои стихи, оно слишком попсовое модерновое, то есть оно слишком новое для этого, да. Для вот этого настроения неуверенности, для настроения какой-то загадочности, оно какое-то немножко чересчурокобацкое. То есть мне вот, на мой личный вкус, оно не подходит непосредственно к фортепианному кайеру. Конечно, вот в оригинальной версии у него есть свое лицо, какое-то свое, ну как сказать, свое значение, да. И потом фортепиано тоже играет какую-то свою роль в импровизационных частях, да. Вот. Но я сразу тогда покажу, если кому интересно, как оно играется. Берем сексты и лапашем вниз. Ле минор. То есть левая рука нас как бы набирает, как он для минорчик. Или с ловночкой. Потом один голос остается. Здесь внимание. Автор этого фортепианного вступления очень хорошо знает, что такое ловночки. Они очень клево звучат так вот. То есть у нас ловночка между фа и соль. И у нас на каждом аккорде будет какая-нибудь новая нотка. Во-первых, здесь то же самое. И здесь. Еще показываю, значит, помедленная. Значит, вниз идем. Левая рука опционально. Можно так. Можно по леве минор просто. Как-нибудь. Можно так. Можно так. Здесь уже слишком жестко. Здесь просто оставим. И соль берем. Или просто фа-мажор. Потом наверх идем. Ре минор. С таким заездиком. Можно здесь добавить. Здесь нотку не проблем. Здесь, внимание, где здесь нотка? Нотка здесь на фа-мажоре, соль. Я думаю, что пианист, который ты исполнил, он сделал все это на автомате. Чисто на импровизации. Сиди целью не задумался. У него тоже автоматизма выработан вот этот дистинкт добавления ноток. Все такое у вас звучит, да? Это фактически как-то. Опять соль, да? Такой мардент. И повесили здесь. Гварточка. Это не просто гварточка. Это же ладочка. Ля, соль. Дальше поехали. Собственно, я думаю, что вам понятно, как вот сделано это вступление. Дальше поехали импровизировать на двух аккордах. Фа-мажор. И ми-мажор, да? Зависитесь от тема, как хотите. То есть темп можно делать быстрее, чем оригинал. Можно делать медленнее, чем оригинал. Можно начинать совсем низко. Фа-мажор. Раз, два, три, четыре. По каким, собственно, ладам можно проведать? Фа у нас белые ноты все. Внимание, фа не совсем мажор, то есть у нас нету себе моля. По мажору себе моль должен быть, а здесь нет. Значит, ми у нас там ми. Как-нибудь, не знаю. На ми не надо ни ревес, ни до. То есть ми мажор тоже не совсем такой мажорный, да? Вот такой лад. Ми, соль, си, си, ре, ре. Соответственно, левая рука тоже можно брать в нодочки. Фа-соль получается. На самом деле тоже очень щемяще звучит вот этот вот ми и фа. То есть почему я не прав импровизировать по ми мажору без фа-дьеза? Потому что у нас тут как бы может добавлять иногда фа в басу. Например. Вот испанчина бы добавлять. Это если с фа, если без фа, то... То получается лад, собственно, в импровизации этой песни. Можно как угодно. Здесь можно начать вверху, наверное. Соответственно, ритмики фрактуры добавляем в процессе. Можно вначале вешать просто к винточке. Сделаем такой перил 4-4 дакта. Поехали вниз. Еще вниз поем. Лучше перед следом, перед первой строфой уйти куда-нибудь вообще... Можно сделать небольшое расширение. Просто, чтобы оно не переходило одно в одно как-то незаметно, можно сделать небольшую такую фактурную пауру. Дальше. Поехали вниз штрафа. Опять же, в зависимости от текста, в зависимости от количества слогов, идет в разное направление мелодии. Но я сразу буду от времени показывать все. Это как бы схема, да? Начинаем с ля-си-до. Может быть так. Может быть так. Может как-нибудь так. Ну вот, фишка это все внутри находится, внутри 4-х нот. То есть, первый раз у нас вот это. А это у нас как бы часть ми-мажорного сцепта, да? Дальше поехали. Ля-минор. И Р-мажор. Значит, здесь, по-моему, везде одинаково. Не, не совсем. В некоторых строфах так. В некоторых так. Мер, весь нет на септе. Или короче, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Если для вас это важно, где какая строфа, сколько слов, строчек, да? То просто подпишите себе непосредственно, распечатайте текст, посмотрите, где, как идет. Ну, в принципе, я этим сильно не старался как-то следовать, когда делал кавер, у меня был тоже текст, у меня был нот, у меня был текст, чтобы не ошибаться, где там сколько слогов, но я думаю, что я все равно там не на 100%, везде правильно сыграл. Очень неважно, мелодия примерно одинаковая, потом вниз идет, схема такая, ля минор, мира до, либо ля, либо до, поехали дальше, сур мажор, до мажор, может быть так, с заездом, да. Или просто с до, в зависимости от количества слогов, то есть у Есенина там меняется просто это все, сама по себе строчка, да, по количеству слогов, но получается, соответственно, разная мелодия. Заездом или без. Потом у нас идет полуменьшенный. На Си, то есть внизу полуменьшенный. И вниз идем на ми мажор. Или наверх там. Тоже в зависимости от строчки. Или наверх. Как-нибудь так. По-одних строках так. Или так. По-разному. Очень сложно полностью совпасть, совпасть по всем синкопам, по всем полиритмикам, да, тоже посмотрите, где какой текст. Съема нот я вам показал, как оно все выглядит, да. То есть у нас идет. Здесь я сейчас. Два, три, четыре. У меня практически нету вместе. Правая, правая, вместе. Правая, вместе. Здесь треволька. Или так. Короткая, длинная. Как-нибудь так. Здесь тоже треволька. Та-та-та-та-та-там. Правая, правая. Как-нибудь так. Опять же, желательно все это соблюдать. Тогда у вас получается ощущение, собственно, непосредственно этой песни, не просто мелодии. То есть не такая банальность, да, а именно вот как она песня идет. А песня идет, конечно, все со синкопами. Ну и, соответственно, левую руку добавляем тоже фактуры. Соответственно, фа-мажор. Как-нибудь так. И мажор. Ря-минон. Ря-мажор. Везде. Самый первый способ, который мы уже все давно знаем. Фигачим здесь, например, квинта-квартеля наверх. И дальше поехали. Квинт-наверх. Через, ну... Или без октавы. То есть, например, фа-да, соль. Вот сейчас была чистая импровизация. То есть у меня все автоматически, левая рука, мало того, что играет по нужным нотам, а еще выделяет ритмически правильные доли. То есть она... Раз. То есть, блин, сложно показать, как оно идет. Значит, показываю дальше, какая-нибудь страфака, где у вас правая рука уходит вверх, дублирует, да? То есть, если у нас была в одну ноту, здесь идем дальше октавами. Соответственно, надо заполнять октавчики. Ну, например, как-нибудь так. Сфа будет пустоват, а сля получше. Можно так оставить. То есть достаточно. Ми, ре, соль, сре. На басу ми. Опять же, сверху терция. Можно здесь такую... Итальянщину устроить. Можно оставить. Ну, оставить. Можно терциями параллельно сделать. Здесь я стою. Допустим, мы стоим на Ро-мажоре. Дальше, мелодия пошла вверх, а эти две остаются. Соль-мажор полный. Соль-мажор полный, потом мелодия уйдет вниз. Эти все остаются. Можно Ро-мажор ставить, получается нонка. Лучше не оставлять. Так вот, вегуляторая фасия приостается соль-диез. Импровизация там, сколько хотите. Можно какую-то строфу идти вверх куда-нибудь. Давай какой-то таких а-ля классика. Ну, и в конце, мясо добавить побольше, да? Вот. В общем, все. Одна и та же мелодия. Разница в каких-то отдельных нотах в соответствии с текстом. В гармонии не меняется. Импровизация на двух нотах. Вот. В общем-то и все. И в конце тоже можете немножко импровизировать чуть на двух этих аккордах последних или что-нибудь сами придумать. Это не имеет большого значения. Вот. Я надеюсь, что вам урок тоже понравился. И вы, в общем, поставите лайки. Что-нибудь напишите в комментариях. Поделитесь уроком с друзьями. И подпишитесь на мой канал и на группу ВКонтакте и везде-везде. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok